Доброе утро! Я уже почистила зубы, как вы поняли. И я сегодня не пошла никуда бегать. Не рано утром, сейчас 11 утра, я проснулась в 9, наверное. Вот, я уже позавтракала. Я не иду бегать, потому что на улице минус 18. Так что я сейчас сделаю упражнение, я буду тренироваться дома. Я буду тренироваться больше, чем я тренируюсь обычно, потому что я буду заменять мою беговую тренировку кардио. Вот, и чтобы не заболеть, я пошла бегать. Я уже собралась в 9 часов утра. И мама мне сказала, что, Лиза, ты как бы можешь очень тепло одеться, но там холодный воздух, ты его схватишь, и у тебя заболит горло, ты простудишься. Я такая, типа, я завяжу шарфом, шарфом. И я уже начала искать абонементы разовые, фитнес, чтобы сходить один раз. Я была готова пойти в Манеж, который на Манежной площади находится. Вот, дойти до туда. Но я решила, что лучше побыть дома, сделать тренировку и собраться потом поехать куда-нибудь гулять. Я бы хотела вам показать один из моих подарков, который мне подарили на Новый год. И когда мне вручали этот подарок, мне сказали, что у тебя не было детства, если ты не слушала это. Вы знаете, что в большинстве своём я общаюсь с ребятами, которые старше меня, и поэтому они решили подарить мне Panasonic. Оу, еей, я вчера уже слышала музыку. Я использовала вот эту кассету. Точнее, не использовала, я слышала музыку с помощью этой кассеты. И она настолько крутая там. И мне сказали, что мы знаем, что ты очень любишь Twin Peaks. И поэтому, да, она идёт 90 минут. А ещё здесь есть целая книга, которая записана тоже на кассеты. И я уверена, что большинство моих зрителей не знает, как это работает. Так что давайте я вам покажу. Для начала вам нужно вставить батарейки, что я уже сделала вчера. Затем мы берём кассету, аккуратно её открываем. Открываем. Так. Ай, здесь такой крутой запах. Вставляем её. Вот так. Да, её уже так нужно вставлять. Я вчера вставляла. Come on. Мы пришли поесть Mickey and Monkey's вместе с Мерлен. Мерлен приехала из Москвы ко мне. К любимой Лизочке, да. Вообще, смотрите, что мне Лиза подарила на Новый год. Очень крутая штучка из серебра. Очень красивая. Мне кажется, мне идёт. Мерлен, скажи, чем ты занимаешься? Потому что во влоге из Москвы мне писали в комментариях, типа, это твоя мама? Это твоя сестра? Ещё кто-то? Я не мама. Я работаю в партнёрской сети Юла. И вот Лиза является одним из наших блогеров. Работаю с ютуберами. Я бегаю, потому что это теплее. Это Настя. Вы её помните? Мы снимали с ней вместе видео про то, как раскрутить Инстаграм. И я случайно встретила всё в кофе. Ещё я сперва увидела Диму, вот, который сидит он там же. Вот, да, вот он сидит. И потом я такая... Потом на меня накинулась Лиза, поняла меня, и я не видела ничего в течение двух минут, потому что мои глаза были закрыты крепкими объятиями. Я пройдусь по стеллажам. И на какую книгу упадёт моя рука, эту книгу я куплю и прочитаю после обыдок. Между прочим, лауреат премии Эдгара По. Скандал с Мазильяне в бумажные деньги. Оу, еее! Это кошка. И посмотрите, какое у неё красивое ошейне. Мне кажется, она откуда-то сбежала и решила жить в центре Петербурга. Это Даша. Посмотрите, какой у неё некрасивый шар. Что сильно так я боюсь? Мне кажется, что она откуда-то сбежала и теперь хочет жить в центре Петербурга. Я уже дома, и я бы хотела вам сказать, что мне Мерлен подарила, потому что когда я была в Москве, мы с ней не успели встретиться перед Новым годом. Поэтому она подарила мне подарок сейчас. Конечно же, здесь ещё была коробочка, но она занимала слишком много места, поэтому мне пришлось от неё отказаться. Вот такая косметичка серебряного цвета. В ней лежало три продукта клиник и один пробник тонального крема. Далее крем, который можно использовать как базу под макияж. И здесь SPF 20. А с SPF 15 это крем для рук. Спасибо тебе большое, Мерлен, за такой чудесный подарок. Я не знаю, чем вас так привлекли мои носки, но многие писали, что это самая интересная часть влога. И с последнего раза я решила здесь прибраться. И у меня всегда лежали носки по цветам, по категориям, так сказать. А здесь у меня лежат тёплые носки. И я не знаю почему, но у меня очень много носков с Angry Birds. Вот в данный момент только три пары. И это тёплые носки. Такие красные, розовые и серые. Я их покупала лет в 11, наверное. Точнее, у меня их покупала мама в H&M. И у меня ещё очень много высоких носков с Angry Birds, на которых просто есть маленькая птичка. Я их тоже очень люблю носить, потому что они высокие, удобные и не рвутся никогда. Также у меня есть носки с конверсами. Почему-то я их не показала вам в прошлый раз. Но это оригинальные носки розового цвета. И да, у меня есть тоже довольно много пар розового цвета. Моя самая любимая часть — это мои разноцветные носки. И да, здесь написано, что это типа макарон, но я не уверена. Было много вариантов, что это. Был вариант, что это луна, банан и носки одинокие, без пар. Они лежат в уголке и ждут свою вторую половину. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился четвёртый день влогмусов. Я пошла монтировать именно этот блог, чтобы выпустить его вовремя. И я желаю вам хорошего проведения времени в эти каникулы, если у вас каникулы. Да. Увидимся с вами завтра. Я вас люблю. Пока! Пока!